Сегодня современная женщина, кроме того, что она у нас производственница, общественница, она еще хранительница семейного очага. Женщина, которая взвалила на свои плечи очень много всяких обязанностей. И в результате вот этих обязанностей возникает очень большое нервное и мышечное утомление. Елена Георгиевна Патрина, методист врачебно-физкультурного диспансера города Свердловска, начинает рассказ о ритмической гимнастике. Придя на занятия ритмической гимнастики, она должна избавиться от этих негативных явлений, она сохранит отличное настроение. От настроения каждой женщины зависит микроклимат семьи, порой даже прочность семьи. Поэтому на занятиях ритмической гимнастики мы должны продумать все до мелочей. Кому и как можно заниматься ритмической гимнастикой? Главный врач диспансера Марк Борисович Казаков. Ритмическая гимнастика. Ее популярность обусловлена и тем, что здесь сочетается музыкальное сопровождение и гимнастические упражнения. Ошибочным было бы считать всякую ритмическую гимнастику аэробикой, как ее называют. Ведь этот термин подчеркнут из других видов физических упражнений. Циклического упражнения с преимущественным развитием выносливости. То есть упражнения сопровождаются высоким потреблением кислорода, который повышает обменные процессы в организме. Повышает сжигание излишков жира, холестерина и других веществ и повышает обменные процессы. Ритмическая гимнастика – это вид оздоровительных физических упражнений. Но и она требует специального отбора в зависимости от здоровья, возрастных, даже профессиональных особенностей. Моя основная профессия связана с собственным трудом. Я инженер-программетки, работаю на вычислительном центре. Поэтому недостаток движений, он сказывается в моей повседневной жизни. И вот ритмическая гимнастика привлекла меня именно этим, чтобы как-то можно было немножко чувствовать свое тело. При этом более доступной она является, конечно, для женщин молодого возраста. И ни в коем случае не следует применять вот таких аэробических, быстрых упражнений для лиц среднего и пожилого возраста. Здесь более подходящим будут упражнения в ритмическом беге, плавании. Они лучше расслабляют, чем та же ритмическая гимнастика. Ритмическая гимнастика – это не только движение руки-ног, а и движение души. Добавим движение души к радости, к самовыражению. Но всякому возрасту свои нагрузки, а значит и свои радости. Словом, тело и душа должны быть в согласии. Вот тогда все будет у нас хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова